Итак, наше сегодняшнее правозглашение взятое из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 57-58 стих. И в Библии Павел, когда писал эти слова, он обращался к христианам. Будьте непоколебимы в вере до пришествия Господа нашего. Но мы сделаем это личным. И мы скажем, что мы тверды, непоколебимы. И мы будем преуспевать в деле Господня. Иными словами, мы будем делать то, что Библия, к чему нас призывает Библия. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспеваем в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен пред Господом. Чтобы вы знали, что труд ваш не тщетен пред Господом. Не будьте обескуражены. Если ты верен, то Бог вознаградит твою верность. Аминь. Сегодня мы продолжаем учение о духовной брани. И мы будем сегодня иметь дело с одним конкретным предметом. Который является пятым столпом дьявола. Может быть, многие из вас не знают, что такое пятая колонна. Но это выражение появилось в 1936 году. Когда в Испании происходила гражданская война. Когда испанцы сражались с испанцами. Консерваторы против лейбористов. И один испанский генерал нападал, вел нападение против испанского города. И к нему подошел другой генерал. И он спросил у него, каким образом ты хочешь захватить этот город? Какой у тебя план? И он сказал, у меня четыре колонны войск, которые направлены. Одна с севера. Одна с востока. Одна с юга. Одна с запада. Но потом он задумался. И он сказал, но на самом-то деле, я надеюсь на мою пятую колонну, что именно она захватит город. И его друг генерал спросил, а что же это за пятая колонна? И генерал, первый генерал сказал, та, что внутри города. Отсюда-то и идет эта фраза, пятая колонна. Которая очень часто этот термин использовали во Второй мировой войне. И это есть тактика дьявола. Он будет атаковать церковь и снаружи. Но настоящий вред причиняет его пятая колонна, которая находится внутри церкви. Больше того, можно сказать, что дьявол никогда не сможет победить церковь, одолеть церковь снаружи. Но его величайшая цель и задача это пробраться внутрь церкви. И тогда он может причинить очень много вреда церкви. И колдовство является пятой колонной дьявола в церкви. И сегодня я буду тебе учить об этом. Мы начнем с первой главы Бытия, 27-28 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, хладитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Итак, человек был создан, и Бог ему дал владычество, чтобы править над землей. Но ему было дано владычество править под властью Бога. И до тех пор, пока он находился под властью Бога, его правление было правильным. Но потом человек стал бунтарем, когда он противостал Богу. И он уже больше не находился под властью Бога. Но тем не менее, желание владычествовать осталось с ним. И когда ты, если ты будешь рассматривать историю человечества, ты снова будешь видеть снова и снова эту картину, как люди хотят царствовать и владычествовать над другими людьми. Бог сотворил человека, чтобы править. Но только под Божьей властью. И когда люди не находятся под властью Бога, и пытаются управлять другими, это и есть зло. И это и есть колдовство. Это попытка управлять другими людьми, используя неправильные способы. Это попытка управлять людьми и заставлять их делать то, что ты хочешь. В моем служении был один период, когда я очень много занимался освобождением от злых духов. И очень часто происходило это, когда я посещал церковь. И обычно это была пятидесятническая церковь. Это были пятидесятнические церкви, и когда я подходил к определенным женщинам, они начинали дрожать. И они говорили, я не знаю, что со мной происходит. Но когда ты проходишь мимо меня, близко я начинаю трястись. И я мой опыт показал, я узнал из своего опыта, что за проблема это была. В этой женщине находился двух колдовствах. И когда я подходил близко, он начал противостоять, и ее трясло. Но меня поразил следующий факт. Обычно эти женщины состояли в руководстве церкви. И обычно, чаще всего, это были женщины. Может быть, это жена диакона была. Или это могла быть дочь пастора. Или была солист в церкви. Для меня это было таким шоком. И я спросил, вопрошал Бога, как может же такое быть? Эти люди крещены Духом Святым. Они говорят на языках. Как же в них может быть колдовство? И я тогда спросил Бога, Бог, что же такое колдовство? И я верю, что Он мне дал следующий ответ. И вам решать, и вам судить, правильный это ответ или нет. Но я верю, что Бог дал мне такое определение. Волшебство — это попытка управлять людьми и заставлять их исполнять вашу волю используя при этом всякий Дух, который не есть Дух Святой. И я еще раз повторю. Волшебство — это попытка управлять людьми и заставлять их исполнять вашу волю используя всякий Дух, который не есть Святой Дух. И тогда Бог еще что-то добавил. Он сказал, если человек может использовать Дух, тогда это не Дух Святой. Потому что Дух Святой есть Бог. И никто не может пользоваться Богом. И это мне с тех пор очень помогло. Потому что я видел так, встречал так многих верующих, которые пытались пользоваться Духом, чтобы произвести результат, которого они ожидали от людей. И я из моего опыта показываю, что ни в одном из этих случаев это не был Святой Дух. Этот Дух может имитировать Дух Святой, но это никогда не Дух Святой. И давайте сейчас представим более общую картину колдовства. Колдовство в общем-то. Колдовство — это естественная религия взбунтовавшегося падшего человека. И человек должен иметь какую-то религию. Это его природа. Ты можешь сказать на кого-то, что он не религиозный человек. Ты можешь сказать на кого-то, что он коммунист или атеист, и он не верит в Бога. Но ты видишь, что коммунизм был формой религии. У коммунизма был свой Спаситель, имя которому Ленин. И у него была Библия, которая есть труды Карла Маркса. И также они проводили коммунизм и велорелигиозные служения. Когда молодые люди выходили вперед, и они посвящали свои жизни коммунизму. Это была атеистическая религия. Но это, тем не менее, была религия. Человек не может жить без религии. И так, когда человек совершил грехопадение, он отвернулся от истинной религии, и вошел в лже-религию. И имя этой религии — колдовство. И где бы ты ни был в мире, ты можешь обнаружить какую-то форму примитивной религии, которая есть колдовство. И проявляется она в различных формах, но в сути своей остается тем, той же самой. И это есть подделка истины на истинную религию. И всякое колдовство имеет в себе элементы сверхъестественного. Ты должен знать, что не все, что не всякое сверхъестественное проявление, исходит от Бога. Дьявол тоже может производить сверхъестественные действия. Я обнаружил, что многие верующие наивны. Когда они встречают в своей жизни что-то сверхъестественное, они говорят, наверное, это от Бога. И их очень легко обмануть. Но дьявол также может производить сверхъестественное. И тебе нужно научиться различать между сверхъестественным от Бога и сверхъестественным от дьявола. И вот некоторые характеристики колдовства, которые я обнаруживаю по всему миру, которые являются подделкой или имитацией истинной религии. Жертвоприношения, клятвы, заветы, проклятия, чары, заклинания, зелья, наркотики и различные формы музыки. Больше того, можно сказать, что весь мир, который употребляет наркотики, является просто проявлением колдовства. И они включают в себя две вещи. Наркотики и музыка. И это продолжается на протяжении многих лет. И это причина этого колдовства. Они используются наркотики, чтобы их вставить в определенные духовные состояния. Они используют наркотики, чтобы ввести человека в определенное духовное состояние. И тогда они используют музыку, чтобы заниматься этим, чтобы находиться в этом. Я провел многие годы своей жизни в Африке. И колдовство живет вместе с людьми там. И большая музыка, которая используется в современной и большинство видов музыки, которая используется людьми, которые потребляют наркотик, колдовская. И название этой музыки тяжелый рок. Это есть колдовство. И люди, которые слушают эту музыку, они подходят под власть сатаны. Один из моих внуков очень интересовался тяжелым роком одно время. И он ходил с этим плеером и он слушал эту музыку. И он настолько громко ее слушал, что окружающие могли слышать через эти маленькие наушники. И я спросил у него как-то, скажи мне, что там, о чем они поют. И эта группа, это говорило, что она христианская группа. Но я обнаружил, что там ни разу не встречалось слово Иисус. И я несколько обидел его. Я верю, что он уже сейчас просил меня. Но я сказал ему, когда я был твоего возраста, если бы кто-нибудь мне вот это дал, я бы сказал ему, ты оскорбляешь мой разум. Потому что в этих стихах не было вообще никакого смысла. Это было просто орудие в руках сатаны, чтобы порабощать молодых людей. И он преуспел в этом и поработил миллионы. И, как ты знаешь, этот вид музыки уже проник в СНГ. Может быть, они будут говорить и прикрываться маской христианства. Но Дух, который в этом, не есть Святой Дух. И если ты глубже рассмотришь слова, ты обнаружишь, что они полны оккультизма. И они прославляют смерть, насилие и дьявола. Давай сейчас просмотрим пример из Нового Завета. Сверхъестественного события, которое исходило от дьявола. В 16 главе Деяния апостолов, с 16 по 18 стихи. Это произошло в городе Филиппии. Когда Павел и Силас в первый раз появились в этом городе, чтобы проповедовать Евангелие. В эту часть мира еще не проникало христианство. И это было в первых случаях, когда христианство попало в Европу. И произошло что-то очень замечательное. И я прочитаю 16 по 18 стихи. Случилось, что когда мы ушли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом пролицательным, которая через пролицание доставляла большой доход к господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, эти люди и рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это надело много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. И помни, что Евангелие еще не проповедовалось никогда в этом городе. И вдруг мы видим эту девушку с духом пролицания. И я тебе скажу, предсказание судьбы или пролицание исходит от дьявола. Она была первой жительницей этого города, которая признала и узнала служителей. И она рассказала истину. Каждое ее слово было истиной. Она сказала, эти люди — служители Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. И все же это не был дух святой. Это был дух предсказания судьбы. И через некоторое время Павлу это настолько надоело, что он обернулся и обратился к этому духу. Не к девушке. И он сказал, «Выйди вон из нее». И дух вышел из нее. И знаешь, что произошло? Она потеряла силу предсказывать судьбу. И ее хозяева очень разозлились. Потому что своим этим пролицательным бизнесом она зарабатывала им кучу денег. И я скажу тебе, что вот это предсказание судьбы не имеет в себе какой-то смысл. Очень часто служитель дьявола может сказать истину. На некоторое время может говорить истину. Но не всегда. Моя супруга Руф дала мне разрешение поделиться с вами этой историей. Перед тем, как она познала Господа Руф дала, она сходила к предсказательнице, которая никогда ее до этого не видела, и ничего не могла знать. И эта предсказательница предсказала ей три вещи. Что ты не можешь, у тебя не может быть детей. У тебя трое приемных детей. И твой супруг покинул тебя. И каждая, это была совершенная истина, каждая из этих заявлений. Но это не было от Бога. Это была приманка дьявола. Знаешь, как ты ловишь рыбу? Ты прицепляешь что-нибудь привлекательное для рыб на крючок. И опускаешь этот крючок в воду. И рыба подплывает к приманке. Но она хватает приманку, вместо этого ее отцепляется на крючок. И очень часто именно так дьявол хватает людей. Он говорит им истину. Для начала. Но это только для того, чтобы они ухватились за приманку и сдернулись на крючок. Поэтому запомни, что всякое сверхъестественное проявление не обязательно от Бога. Когда придет Антихрист, он будет показывать и проявлять очень много чудес. Но эти чудеса не от Бога, и он не от Бога. Я хочу еще раз подчеркнуть для каждого из вас, Никогда не делай такое предположение и предпосылку, что всякое сверхъестественное проявление всегда от Бога. Потому что если ты будешь так думать, то рано или поздно ты попадешься на эту приманку. И очень многие пятидесятники попались на этом. И сейчас я буду говорить о природе колдовства. Каким образом оно действует. Я могу назвать три ключевых слова. Первое — это манипуляция. Второе — запугивание. И третье — господствование. Цель всякого колдовства — это доминировать, господствовать. Чтобы управлять людьми. И заставлять делать то, что ты хочешь. И два корня колдовства. Первое — это манипулирование. То есть для того, чтобы щитрить, обманывать. И искать путей, как получить влияние на людей. И второе — это запугивание. И иногда те, кто занимается колдовством, пользуются либо первым, либо вторым. Но каким бы способом они пользовались, это зло. И если ты войдешь под эту силу, эту злую силу, тогда тебе будет причинен очень большой вред. Падший человек рождается с желанием управлять людьми. Используя при этом злые средства. И это начинается с рождения. Если ты откроешь 57-й псалом, 3-й стих, здесь очень удивительное заявление. 57-й псалом, 4-й стих, извините. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. То есть беззаконные начинают говорить ложь в момент рождения, с рождения. Я тебе приведу один пример о том, как маленький ребенок может управлять и контролировать. Представь себе маленький ребенок в кроватке, и он все время писает в пеленке. И так как ему после этого становится очень неприятно и неудобно, он начинает кричать. И мать слышит, как ребенок кричит. Она приходит, поднимает ребенка, берет ребенка, меняет пеленки, и обнимает его. И детям нравится, когда их обнимают. Поэтому в следующий раз, когда ребенку захочется, чтобы его пообнимали, он начинает кричать, даже когда у него сухие пеленки. Потому что он таким образом ищет, чтобы его обняли. Что это такое? Это есть манипуляция. Это манипулирование. Он пытается управлять своей матерью. Считаешь ли ты, что дети управляют своими родителями? Скажи мне, да или нет. Именно так, да. Хорошо. Давай еще рассмотрим примеры колдовства в современной культуре. Наша культура полна различного манипулирования. Например, профессия рекламодателей. Это не относится ко всем рекламным компаниям и рекламам. Но цель всякой рекламы манипулировать, управлять людьми. И цель состоит в двух аспектах. Заставить их желать то, в чем они не нуждаются. И купить то, что они не могут себе позволить. И если рассмотреть внимательно принципы, которыми пользуются рекламная индустрия, они в этом деле очень преуспели. И эксперты. Они эксперты в психологии. И они очень много денег тратят на то, чтобы исследовать поведение человека. Каким образом мы, каким наиболее эффективным образом мы можем манипулировать людьми. И к этому один ключ к успеху. Это призывать и к их гордости, гордости людей. И таким образом они заставляют тебя купить новую машину. И они дают тебе фотографию, как бы, фотографию, как ты будешь выглядеть в этой прекрасной машине. И ты выглядишь круче, чем кто-то другой. И твоя машина быстрее. К чему это призывает, взывает? Гордости. Или, например, они хотят продавать женскую одежду. И это индустрия, оборот которой миллиарды долларов. Они изучили и преуспели во всех способах, как заставить женщин покупать новую одежду. Например, они используют в этом манекенщиц. И это очень высокооплачиваемая профессия, профессия манекенщиц. Какая цель этих фотомоделей? Чтобы заставить женщину, обыкновенную женщину, подумать, что в этой одежде я буду выглядеть так, как она. Но в чем мотив? Деньги. И очень много других примеров. И, наконец, политика пронизана манипулированием. И у них тоже много разных способов манипулирования людьми. И я считаю, что коммунизм манипулировал людьми через страх. Они заставляли людей бояться то, что коммунисты могли сделать с ними. И из-за страха перед наказанием люди начали делать что-то, чтобы они иначе не делали. Они стали рабами страха. Но сейчас и на Ближнем Востоке у нас иная форма манипулирования. Используется одно слово. Это слово «мир». И они пытаются убедить людей, что если определенные люди подпишут определенные бумаги, то тогда наступит мир. И по причине того, что все хотят мира, люди достаточно становятся глупыми, чтобы верить в это. Но если ты спросишь себя, в чем причина войны? Да, очень много причин. Ненависть, страх, зависть, гордость, жажда власти и очень много других. Как ты думаешь, исчезнут ли все эти причины, которые только что перечислили, если кто-то распишется на бумаге? Но политики управляют нами. Больше того, сейчас все чаще политики обращаются к психологам с целью узнать лучшие способы манипулирования людьми. В сегодняшнем правительстве Израиля есть целая команда психологов, которые помогают им. Как только ты узнаешь об этом, твои глаза откроются на эту истину. Ты увидишь, что в мире вокруг нас, мир вокруг нас проникнут идеями манипулирования. И сила, которая стоит за этими проявлениями, есть колдовство. Какие еще есть результаты рекламы? То есть, что реклама заставляет людей покупать и чем пользоваться? Два лучших очевидных примера — это никотин и алкоголь. Потому что и то, и другое порабощает. Таким образом, реклама используется для порабощения людей. Я очень зол и я очень рассержен американскими табачными компаниями. Потому что в США сейчас потребление никотина идет на убыль. Потому что проводится очень мощная общественная рекламная компания, которая предупреждает людей об опасности курения. И поэтому теперь американские табачные компании теряют прибыль. Но знаешь, что они придумали? Они теперь фокусируют свою деятельность на третьем мире. И они постоянно, систематично дают мощную рекламную компанию в странах третьего мира. И особенно их рекламная компания делает акцент на молодых людей. Они хотят убедить подростков, начиная с 14-15 лет, начать курить. Потому что если они начнут в этом возрасте, они всю жизнь будут курить курильщиками. И тем не менее, эти табачные компании прекрасно отдают себе отчет в том, что курение может привести к различным видам болезненной смерти. Но им все равно, им совершенно наплевать на то, что люди могут погибнуть из-за курения, но они только заботятся о деньгах. Даже если цена — это этих прибыли человеческие жизни. И я верю, что этих людей можно сравнить с работорговцами. Но обрати внимание, какую роль играет колдовство во всем этом бизнесе. Когда твои глаза откроются на причины, на ту силу, которая стоит за всем этим, ты удивишься очень. Что колдовство проникает во все сферы жизни. И что колдовство порабощает и разрушает жизни людей, мужчин, женщин и детей. И сейчас мы посмотрим, каким образом колдовство может работать в жизни семьи, в семейной жизни. И обрати внимание, что при этом либо супруг, либо супруга хотят, чтобы выходило по-ихнему. И поэтому они пользуются различными методами, способами. Обычно муж запугивает. Если он не получает то, чего просит, он теряет, выходит из себя. Он просто начинает гневаться. Он начинает кричать на людей. Может быть, он даже бьет свою жену и детей. Что является мотивом? Чтобы выставить себя настолько неприятным, чтобы тем самым заставить людей исполнять его волю. И тогда жена и дети подходят до такой точки, когда они просто подчиняются. И они лучше сделают то, что он их заставляет сделать, чем пережить очередной скандал. What's the word that describes that? Intimidation. One of the great methods of witchcraft. Now, what about the wife? She probably can't use intimidation. So, what does she use? Манипулирование. Она играет на своей слабости. У нее оскорбленные чувства. Слезы. Эмоциональные болезни. И также перечисление недостатков мужа. Чтобы заставить его чувствовать себя виноватым. И это такой вид манипулирования имеет такой же эффект и силу, как и запугивание. В самом деле, я думаю, что жены лучше успешны за манипулирование, чем мужики, за манипулирование. Больше того, я скажу, что у жен лучше получается манипулировать своими мужьями, чем у мужей запугивать своих жен. Много лет назад я знал одну семью. Они были верующими, крестьянами. Но у жены были эмоциональные проблемы. И когда не выходило так, как она хотела, у нее начинался припадок мигрени. И она уходила и ложилась в постель со своей мигренью. И все ходили на цыпочках по дому. И говорили, не шубите, иначе вы будете мешать маме. И в конце концов, они делали все, что угодно, лишь бы у нее не было очередного приступа. Очень часто женщины пользуются болезнями, чтобы управлять людьми. И есть еще один способ, которым пользуются и мужья, и жены. И я сперва прочитаю седьмую главу первого послания Коринфянам. С третьего по пятый стих. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Правда и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искужал вас сатана невоздержанием вашим. Библия очень деликатно обращается с такими вещами. И поэтому, может быть, многие из вас не понимают. Но Павел говорит о следующем. Супруг обязан предоставлять половую связь жене. И жена должна оказывать то же самое мужу. И ни один из них не имеет власти над своим собственным телом. Это очень простой и практическая инструкция. Но один из способов, которым муж или жена манипулируют друг друга, это приостановление и удержание половых связей от своего супруга. И это есть манипулирование. И Библия говорит, что это не дозволено. И я хочу еще добавить одно слово предостережения. Я не верю, что этот стих оправдывает и позволяет извращенные формы секса. Здесь говорится о нормальных сексуальных отношениях. Муж и жена должны это друг другу. И они могут прекратить сексуальные отношения на некоторое время только по взаимному согласию. И у меня был один случай, когда жена именно так управляла своим мужем. И муж был очень сильным. Но в конце концов, жена заставила его плакать. Потому что она только тогда позволяла ему, когда он делал то, что она хотела. Что это такое? Это манипуляция. Давайте сейчас поговорим о детях. Я уже говорил вам о том, что дети манипулируют своими родителями. И у них есть много способов. Но один из распространенных методов это такое бунтарское поведение, неподчинение. Боим, что мы называем темпы гнева. Если ребенку не делают то, что он хочет, он падает на пол, кикает ногами в воздух, и начинает кричать. И очень часто родители, чтобы успокоить, подчиняются. Они говорят, все, что угодно, лишь бы было тихо. Но это самое ужасное, что ты можешь делать по отношению к своему ребенку. Потому что пока он там бьется на полу, в капризном таком приступе, бес очень легко может войти в него. И очень часто бесы входят в детей, когда они так себя ведут. И сейчас давайте рассмотрим, как родители могут манипулировать своими детьми. В 1960 году в США вышла книга под названием «Как быть еврейской матерью». Один молодой человек, еврей, написал ее. И это есть обучение и изучение манипуляции, манипулирование. И в одном из уроков говорится, «Как заставить твоего ребенка играть на скрипке перед людьми, перед твоими друзьями, используя чувство вины». Итак, мать говорит следующее. «Ты знаешь, сколько денег мы с отцом растратили на обучение тебе игре на скрипке?» «И вот твоя тетя ждет, не дождется, чтобы услышать твою игру». «Неужели ты хочешь разочаровать свою тетю?» «Что это такое?» «Скажите мне». «И еще один способ, очень злой, неправильный способ манипулирования детьми заключается в следующем. «Сделать так, что твоя любовь к ребенку зависит от его хорошего поведения». «Ты знаешь, что наш Отец Небесный любит нас, даже когда мы себя плохо ведем». «Его любовь не зависит от нашего поведения». «И мы также должны безусловно любить своих детей». «Любовь не должна быть вознаграждением за правильное поведение». «Потому что этим самым у тебя будут очень нестабильные дети». «Они никогда не будут уверены в том, что их родители действительно любят вас». «И мать может будет говорить что-то такое. «Если любишь, убери квартиру». «Это очень отвратительная вещь». «Потому что она таким образом манипулирует своим ребенком». «И ребенок, подметая пол, будет думать, действительно ли она любит меня». «Или мне, чтобы она меня всегда любила, нужно постоянно мести пол?» «Неужели ты думаешь, что Бог к нам с нами так обращается?» «Ты знаешь, некоторые христиане действительно так считают». «Некоторые христиане выросли и были воспитаны с таким понятием Божьей любви». «Они родились в это, в их вложили по наследству это понятие, представление». «Мои родители любят меня только когда я себя хорошо веду». «И когда эти люди становятся верующими», «у них такое же представление о Божьей любви». «Бог любит меня только если я хорошо себя веду». «И они всегда неуверены». «И я хочу сказать тебе, что Бог любит тебя, хороший ты или плохой». «Не важно». «Если ты плохой, плохо себя ведешь, он будет обращаться с тобой таким-то образом. «Но он будет делать это и корректировать тебя, исправлять тебя по причине своей любви». «И именно таким образом родители должны обращаться со своими детьми». «Но, есть еще одна сторона колдовства». «Целью колдовства подчастую являются женщины». «По каким-то причинам женская природа, женская натура более подвержена влиянию колдовства». «И в некоторых частях света колдовство передается по женской линии от поколения к поколению». «И в результате этого очень часто девочки рождаются с врожденным духом колдовства». «Один из таких районов на Земле, где это происходит, это глубокий юг в США». «Это как болезнь, характерная для определенной части света». «И я имел дело с женщинами, которые имели эту проблему». «И им очень сложно получить освобождение». «Когда они получают освобождение, для них это будто от них отрывает часть их самих». «Поэтому, если есть сейчас здесь такие женщины, и я уверен, что это так, я хочу сказать тебе, что я постараюсь делать все, что моих силах, чтобы помочь тебе». «Но ты должен сначала увидеть свою проблему». «И еще одна распространенная область» «это так называемые матриархальные общества». «Иными словами, где считается, что мать или женщина является доминирующей главенствующей роль в семье». «И я не знаю, как дело с этим обстоят в этой части земного шара». «Но у меня есть подозрение, что это относится и к этой области». «Я обратил внимание на характерную особенность стран, расположенных вокруг Средиземного моря». «Большинство из этих культур являются матриархальными». «И во многих женщинах ты можешь обнаружить там колдовство». «Пожалуйста, не пойми меня неправильно, я не пытаюсь тебя осудить». «То же самое, как ты не считаешь врача, который говорит тебе, что у тебя раковая опухоль, что он осуждает тебя». «Он врач говорит тебе об этом, чтобы показать тебе проблему, которую ты имеешь». «Чтобы ты мог искать и получить исцеление». «Но до тех пор, пока ты не избавишься от этой проблемы, твоя семья никогда не достигнет исполнения воли Божьей для твоей семьи». «И сейчас я буду говорить о колдовстве в церкви». «И помни, что это пятая колонна». «Это то, что разрушает церковь изнутри». «Один из очевидных примеров — это что происходит во время пожертвований». «В США очень часто пользуются таким методом. Человек будет проповедовать о своей нужде в деньгах, что он нуждается в деньгах. И после этого он говорит, «Бог открыл мне». «Что здесь в зале находятся пять человек». «И каждый из них пожертвует мне тысячу долларов». «Ну, и ты сидишь и думаешь, «Ой, если Бог ему открыл, надо что-то делать». «Иначе ты будешь разочаровывать Бога». «И так четверо встают». «И он продолжает ждать». «И такое в воздухе висит давление». «И в конце концов какой-то несчастный встает». «Он просто не хочет чувствовать себя виноватым». «У меня есть друг, который христианский бизнесмен из Швеции». «И он находился на таком собрании в США». «И в конце концов напряжение достигло такого максимума, что он не выдержал и встал». «И он пообещал дать тысячу долларов». «Но после этого он понял, что им просто манипулировали». «И он так разозлился сам на себя, за то, что его так легко провели». «И еще другой способ, который используют проповедники, чтобы манипулировать». «Это призывать к деньгам». «Они описывают какую-то ужасную ситуацию». «Как дети страдают, умирают от голода на улицах». «И они говорят, что 100 долларов, спасут жизнь этого ребенка». «И они рассказывают так эмоционально, что ты начинаешь плакать». «И потом они призывают и просят тебя дать денег». «И знаешь, что происходит?» «Ты чувствуешь себя виноватым, если ты не дашь эти 100 долларов». «Но чувство вины никогда не должно быть причиной, почему ты даешь пожертвование». «И Бог никогда не манипулирует нами, используя при этом чувство вины». «И в США еще есть одна распространенная методика». «Особенно с так называемыми телевангелистами, которые выступают по телевизору, проповедуя об исцелении». «И они говорят, если ты пошлешь мне по почте 50 долларов, тогда я помолюсь над твоим письмом, и ты получишь исцеление». «По-моему, это так поступают только нечестивые». «И я думаю, что в христианском дела в Америке обстояли бы лучше, если бы не было телевангелистов». «Я не пытаюсь сказать, что они все такие». «Но они создают такую плохую репутацию для христианства таким своим поведением». «А теперь рассмотрим духовных лидеров, которые требуют подчинения. И они пользуются страхом. И, например, возьмем какого-нибудь духовного лидера, которого не устраивает член церкви какой-нибудь. «И он говорит, ты знаешь, что Бог послал тебя в эту церковь. Ты должен быть в этой церкви. И если ты оставишь эту церковь, ты никогда не будешь процветать». «И я уже сказал, что означают эти слова, не так ли?» «Вы помните?» «Они есть проклятие». И тем самым этот человек говорит, «Если ты уйдешь из этой церкви, я на тебя подложу проклятие». И это проклятие может быть очень реальным. «Я видел людей, которые никак не могли достигнуть успеха в жизни, потому что лидер церкви проклял их таким образом». Но это не от Духа Святого. «И еще лидер церкви может требовать от членов церкви беспрекословного подчинения и лояльности». «Если ты подчиняешься мне, значит, ты подчиняешься Богу». «Если ты не подчиняешься мне, ты не подчиняешься Богу». Или, может быть, они будут говорить о Завете. «Я уже через это сам прошел, поэтому я знаю, о чем я говорю». «Мы находимся в состоянии Завета, в отношениях Завета друг с другом». «Если ты оставишь нас, тогда ты нарушитель Завета». «Знаешь, кто использует такие методы?» «Лидеры различных культов». «Каким бы образом тебя к этому не подводило, это все равно, что начинается культ, а пультизм. Людьми манипулируют через страх. Поэтому ты совсем не обязан подчиняться. Я верю, что к нам, как верующим, относятся только два Завета. Первый — это Завет в крови Иисуса. И все истинные верующие состоят в этом Завете с Богом. И когда люди пытаются создавать особенную какую-то группу людей, говорят, что мы что-то особенное, это неправильно. Потому что тем самым они отделяют себя от тела Христа. И второй Завет, о котором я говорил, это Завет брака. Завет, который продолжается всю жизнь между мужчиной и женщиной. И если кто-нибудь пытается завлечь тебя в какой-нибудь Третий Завет, будь осторожен. Потому что они пытаются получить власть над тобой. Когда-нибудь ты можешь припомнить примеры чего-либо подобного в своей жизни? Ты не можешь сказать мне. Да, ты ответь сам себе этим. Мне не нужно кричать. Теперь, еще один метод манипулирования собранием церковью — это использование даров. Например, это дар языков плюс дар истолкования языков. И я побывал во многих пятидесятических церквях, где одна женщина постоянно говорит на языках, и другая женщина постоянно дает перевод, интерпретацию. И между ними они сказали пастору, что ему нужно делать. И если он не делает то, что они ему говорят, тем самым он якобы не подчиняется Богу. Я верю, что это просто нелепо. Бог не дает дары, чтобы контролировать и управлять пасторами. Я еще подчеркну один момент. В 1 Коринфянам, 14, 29 стих. И пророки, пусть говорят, двое и трое, и прочие, пусть рассуждают. Поэтому, когда дается пророчество, над ним следует рассуждать или судить. Остальные члены церкви, компетентные в этом, они должны рассуждать. И если человек провозглашает пророчество в церкви, этот человек должен ожидать и быть готовым к тому, что над его пророчеством будут рассуждать и его будут рассматривать. И если человек требует беспрекословного принятия его слов, его пророчества, он говорит не от Духа Святого. Особенно я хочу сказать пасторам, Если ты являешься лидером собрания церкви, и дается пророчество, это твоя ответственность за то, чтобы люди рассуждали и обсуждали это пророчество, лежит на тебе. Ты ответственен за то, чтобы защитить твоих людей от обмана. Я думаю, что это случилось несколько лет назад, когда я был в одной из церквей. Я стоял на сцене вместе с несколькими лидерами. И там где-то в самом конце на галерке человек встал и начал пророчествовать. И он очень громко, чуть ли не кричал, когда говорил пророчество. И когда я слушал слова этого пророчества, я уяснил для себя две вещи. Вся суть пророчества состояла, первое, в приведении замешательства и осуждения. И спереди, на первых рядах, сидела группа молодых людей, членов церкви от 16 до 20 лет. И пока этот человек продолжал пророчествовать, я наблюдал за то, что происходило на лицах этих молодых людей. И явно их не очень-то поразило, неприятно поразило это пророчество. Они просто не поверили ему. И я сказал сам себе, если мы сейчас не разберемся с этим пророчеством, эти молодежи подумают, что мы такие же идиоты, что поверили этому пророчеству. И они потеряют уверенность в дарах Духа Святого. И так, когда он закончил, я встал и сказал следующее слово. Библия говорит, что нам следует рассуждать и судить пророчество. И я сказал, с точки зрения моего рассуждения, это не было истинное пророчество. Потому что если ты прочитаешь 1 Коринфянам 14, 3, там говорится о том, что то пророчество и тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Но в том пророчестве я не услышал ни слова в назидание, ни слова в увещание, ни слова утешение. И я сказал, я хочу, чтобы остальные лидеры церкви, присутствующие здесь, дали свою оценку. Приняли ли вы это пророчество как от Бога или нет? И трое из четверых лидеров встали. И они сказали одно и то же. Это было не от Бога. И видишь, церковь была спасена. Но представь, что произошло, если бы никто не отреагировал на это пророчество. И молодежь так сказала, ну опять какой-то бред несут. И большинство людей просто пришли бы в замешательство. Поэтому я хочу предупредить вас, пасторы, которых я очень люблю и уважаю, Ответственность за то, что всякое пророчество над всяким пророчеством церковь должна рассуждать лежит на вас. И если люди в твоем собрании пророчествуют и препятствуют тому, чтобы над их пророчеством рассуждали, тогда ты должен запретить им пророчествовать. Потому что это сразу является признаком того, что они в неправильном духе. И потому что, если бы они находились в правильном духе, они бы подчинились власти пастора. Вы видите, пророчество является очень мощным инструментом. И многие люди, которые стремятся к власти, используют этот инструмент. Но если этим даром неправильно пользуются, это очень опасно. И я знаю, как целое приходило разделение и разлад в семьи из-за неправильного пророчества. И очень многие церкви приходило разделение и расщепление в церкви из-за таких пророчеств. И жизни отдельных людей, личности были разрушены из-за таких пророчеств. Потому что какая-то женщина пророчествует над молодым человеком. И она говорит, ты имеешь дар исцеления, и ты будешь евангелистом. Но он не имеет дара исцеления. И он не призван Богом, чтобы быть евангелистом. Но начиная с того момента, он чувствует себя виноватым. Потому что он не делает то, что пророчество ему наговорило, будто бы Бог хочет, чтобы он делал. Не подчиняйся пророчествам, которые просто являются методом контролирования. В США нам сообщили, что дар пророчества в Америке нам сказали, что дар пророчества очень неправильно используется в странах СНГ. И это причиняет очень много вреда. Нам нужны люди с волей, которые могут встать и сказать, смелые люди, которые могут встать и сказать, это неправда. Мы не позволим этому человеку манипулировать нам через такие пророчества. И нас не запугать. И перед собранием я говорил с переводчиком, когда ты противостоишь колдовству, ты обнаружишь, что ты тем самым наступаешь на колдовщины. Любимые мозоли дьявола. Но не беспокойся. Это не ваша работа, чтобы сохранить его мозоли. В США сегодня, в харизматическом движении, мы имеем много, что я называю, харизматическое прорицание. Предсказание судьбы. Along comes so-called prophet. И он говорит, у меня есть для вас слово. И люди выстраиваются в очередь, чтобы получить от него слово. Но большинство из них просто чушь. Послушай, тебя можно направлять двумя способами. Один относится ко всем верующим. Это то, что я называю общим направлением. И знаешь, от кого оно исходит? От Библии. И это относится ко всем из нас. Но помимо этого общего направления, есть также индивидуальное направление. То есть, есть особенное слово направление, то есть, что делать с твоей жизнью тебе. Или призвание для каждого человека. Может быть, тебя призвал бы идти во Владивосток. И ехать во Владивосток. И этого не записано в Библии. Ты даже слово Владивосток не найдешь в Библии. Поэтому для этого ты нуждаешься в личном призвании, в направлении. Но вот я хочу предоставить тебе очень важный принцип. Если ты не внимаешь общему направлению Библии, словам Библии, ты не имеешь права просить какого-то особенного призвания или направления. Бог дает индивидуальное, и направляет людей индивидуально только тех, которые уже подчинились Слову Божьему в целом. Но многие верующие, которые не подчиняются Библии, хотят получить особенное слово от Бога. Но по причине их неподчинения Писанию, они просто открывают себя для обмана. Еще одной формой волшебства есть контролирование людьми через молитву. Молитва не является инструментом контролирования людей. Но в церквях очень часто происходит следующее, что небольшая группа женщин собирается вокруг пастора, и они начинают принимать решение, что делать пастору. И они начинают замаливать его в это, делать своими молитвами и заставлять его делать это. Это очень часто происходит. Женщины любят контролировать лидеров. Но это не законно. Молитва не дана тебе для того, чтобы заставлять людей делать то, что тебе сбрело в голову. И сейчас я говорю к пасторам, если это относится к тебе, и вокруг тебя собралась такая маленькая группа женщин, тебе нужно с этим делом разобраться. Иногда мне в подходе говорят, «Брат, принц, я молюсь за тебя». Очень редко. Но были случаи, когда я отвечал, «Спасибо, но лучше бы ты не молилась». Я не хочу, чтобы быть управляемым твоим молитвой. Я не хочу, чтобы ты меня толкала своими молитвами в определенном направлении. Очень редко такое происходит. И я благодарю Бога за тысячи людей, которые молятся за меня и мое служение в Духе Святом. Но я говорю это как предостережение для пасторов. Не подходи, не опускайся под контроль этих женщин. Пару лет назад у нас была проблема в моем служении, в моей организации. Я не скажу, в каком конкретно филиале это происходило, но это происходило. Лидер был очень способным человеком. И он очень много совершил доброго. Но когда он собрал вокруг себя людей, он не собрал вокруг себя группу поддержки из мужчин, он собрал группу поддержки из женщин, несмотря на то, что были способные сильные мужи Божьи, которых он мог собрать вокруг себя. И я не хочу заниматься деталями, но в результате этого колдовство проникло в этот филиал. И почти полностью разрушило его деятельность. В книге Притчи 18, главе 21 стихе, написано, что жизнь и смерть во власти языка. Поэтому будь внимателен к тому, как люди используют свой язык по отношению к тебе. Потому что слова могут принести смерть. И есть одно местописание, которое мы с моей супругой Руфью говорим каждый раз перед тем, как отправляться ко сну. Исайя 54, 17. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Дух Святой никому не дает служение осуждения. И люди, которые пытаются сказать тебе слова осуждения, не вводимы Духом Святым. И по причине того, что я имею определенное влияние в теле Христово, поэтому существует очень много людей, которые пытаются контролировать и управлять мною. И некоторые пытаются ввести меня под осуждение. Но Бог дал мне этот стих. И я со своей супругой всегда говорим этот стих, перед тем, как отправляться ко сну. Это наша защита от душевных молитв и от атак нападений колдовства. Поэтому мы также говорим это в первом лице. И пастора также могут произнести это исповедание, это провозглашение. Всякий служитель Божий находится в таком положении, что его всегда атакуют. Но я имею для тебя слово. Это и есть твоя защита. И Библия говорит, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет осуждать тебя, ты, соседать с тобой на суде, ты обвинишь. И причина этому следующая. Причина в том, что наша праведность не наша праведность. Это есть Божья праведность от Господа. И всякий, кто обвиняет нас, не пытается обвинить нашу праведность, но он имеет дело с Божьей праведностью. Но никто не может обвинить праведность Бога. Давайте все скажем это, не только пастора. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться со мною на суде, я обвиню. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание наше от Него, говорит Господь. Аминь. Действительно ли ты веришь, что твоя праведность есть Божья праведность? Тогда тебя невозможно осудить. И Бог разберется со всяким языком, который приносит осуждение на тебя. Я испытываю чувство сострадания к пасторам. Потому что я примерно себе представляю, с чем и приходится сталкиваться. Пастора, я хочу сказать вам, я за вас. Еще более важно, Бог за вас. И знаешь, что говорят? Один плюс Бог равно большинство. Есть еще один способ, через который колдовство может действовать на лидеров. И это сексуальное обольщение. И это может быть обольщение со стороны мужчин к женщинам. Или наоборот. Например, лидеры мужчины начинают служить женщинам церкви. И это может, то есть, лично с ними общаться, их наставлять. И это может привести к сексуальным отношениям. В США есть очень большая церковь, где это недавно произошло. Когда мужчины начали наставлять женщин, которые работали в церкви. И они говорили так, когда мы стали духовно зрелыми, мы имеем свободу. Мы уже больше не находимся под этим сводом законов. И очень многим женщинам это очень навредило. Я дам тебе один совет. Если ты мужчина-лидер, никогда не наставляй и не работай с женщиной в одиночестве, когда ты один. Или если она входит в твой офис, в твой кабинет одна, никогда не закрывай дверь. Или может произойти наоборот. Женщины могут обольстить мужчин, которые их наставляют, которые с ними работают. Женщина, которая приходит за советом, за наставлением, обычно имеет какие-то проблемы. Она может быть в очень трудной ситуации. Может быть, у нее сложные отношения в доме. И она очень жаждет утешения от кого-либо. И этот мужчина, он так исполнил чувство сострадания к ней. Но в конце концов, это заканчивается неправильными взаимоотношениями. Очень важно быть всегда на стороже. И у нас в нашей церкви также была подобная ситуация. Церковь росла очень быстро. И один из лидеров был очень духовно одаренным человеком. И я проповедовал в этой церкви за некоторое время, незадолго до того, как это произошло. И лидер был моим другом. И до сих пор он им остался. Но когда я слышал, что он говорил, я сказал сам себе, заметил для себя, на нем особое помазание. Но также гордость. Ну, через две недели после этого, одна замужняя женщина в церкви сообщила ему, что он мог воспользоваться ее услугами. И он попался в эту ловушку. И он совершил прелюбодеяние. И об этом хорошо говорится в одном месте из притчей. Седьмая глава. О женщине, муж которой не находится дома. И она встречается с этим молодым человеком. И она говорит, пойдем со мной. Мой мужа дома нет. Мы у меня прекрасная услугая постель. И она очень украшена различными украшениями. И она очень украшена различными украшениями. И мы читаем 21, 22, 23 стих. Множеством ласковых слов она увлекла его. Мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Такой ли стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. И в заключении этой истории в книге притчей дается общий такой совет. С 24 по 27 стих, конец главы. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стызям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Обратите внимание на 26 стих. Много сильных убиты ею. Колдовство особенно направляет свой удар против сильных служителей. И в попытке опустить их с их положения и уничтожить их. И есть женщины, которые поставили это своей целью. Они могут быть очень религиозными, очень духовными, но они также очень нечестивые. Довольно много лет назад. К нам подошла одна женщина, к моей первой жене. И она попросила, чтобы мы помолились за освобождение. И она рассказала следующее. Она занималась тем, что приближалась, подходила к сильным служителям в церкви и пыталась затащить их в постель. И она сказала, «Я тебе покажу список имен людей, с которыми я блудила». И я сказал, «Спасибо, мне этого не надо». И я также не хочу с тобой молиться. Но тебе нужно помнить о том, что есть такие женщины. И если такие существуют в твоем собрании, тебе нужно быть настороже. Пастор, которым я тебе рассказал, ему подвергли наказанию. Но я не знаю, что произошло с этой женщиной. Но я придерживаюсь такой точки зрения. Ее следует исключить из церкви. В США за последние два года мы были свидетелями, как много мощных служителей были уничтожены и раздавлены такими женщинами. И ни один мужчина не является исключением, чем досовенным. Ты нуждаешься в Божьей милости. Это единственное, что может заинтересовать вас. Сделать так, что ты останешься верным. Если ты уповаешь на свою праведность и на свою мудрость, тогда я тебе скажу, что дьявол гораздо мудрее, чем ты, и хитрее. И он найдет путь, через который обмануть тебя. И теперь мы подойдем к применению. Предположи, что проблема, о которой я сейчас говорил, относится к тебе. И эта проблема может иметь две стороны. Может быть, ты человек, который манипулирует других. Тогда сила, которая внутри тебя, есть волшебство. Если ты будешь продолжать этим заниматься, она разрушит тебя. И вместе с тобой многих других. Или, может быть, ты жертва манипуляции со стороны кого-то другого. Человек есть в твоей жизни, который управляет тобой. Либо через молитвы. Либо через духовные дары. Либо какими-то сексуальными предложениями. И ты знаешь, что ты не до конца свободен. Тогда ты ходишь на грани обрыва. И если ты будешь продолжать таким, какой ты есть, ты рано или поздно упадешь. Может быть, ты можешь отнести себя к обеим категориям. Может быть, ты манипулируешь других. И сам есть жертва манипуляции со стороны кого-то другого. Но сейчас я хочу обратиться особенно к женщинам из церквей, которые пытаются манипулировать лидерами. Может быть, ты думаешь, что ты очень духовная. Но на самом деле ты очень нечестивая. И тебе нужно покаяться. Потому что ты тем самым своим поведением навлечешь разрушение и уничтожение на себя саму и на других. И сила, которой ты пользуешься, не от Бога. Это и есть колдовство. Может быть, ты манипулируешь своей семьей. Своими верующими собрателями. Или лидерами в церкви. Кто знает. Но это очень опасная позиция, в которую ты сам себя поставил. И тебе нужно получить освобождение. Многие из вас нуждаются в освобождении от обоих. Ты пытаешься управлять другими. Но с другой стороны, другие уже управляют тобой. И я хочу сейчас помолиться за всех вас. Теперь послушай внимательно. Ты выслушал мое описание. И ты можешь сказать, что это относится ко мне. Я всегда пытаюсь управлять другими людьми. Таким я вырос. Таким образом я действую в церкви. Но ты можешь сказать, что я не понимал, что это было колдовство. Может быть, ты родился с этим. И ты не знаешь, как жить иным образом. Но ты хочешь получить освобождение. И ты хочешь признаться своей нужде. Если я сейчас говорю о тебе, тогда встань, где бы ты ни находился. И сейчас мы также хотим помочь другим людям. Многие из вас являются пасторами. И духовными лидерами. Но ты понимаешь, что тобой манипулируют. Через неправильное использование духовной силы. И неправильным использованием духовных дорог. И ты хочешь получить освобождение. Чтобы стать таким, каким тебя хочет видеть Бог. Если ты хочешь, чтобы мы за тебя помолились, стань так же. У меня сегодня особое бремя от Господа по отношению к пасторам. Потому что я знаю, насколько трудна их работа. Братья, я не пытаюсь вас сейчас осудить. Я хочу помочь вам. И теперь, в какой бы категории ты ни относился, если перечислили. И, может быть, ты одновременно относишься к двум категориям. Если ты контролируешь других, ты должен исповедовать это как грех. И отречься от этого. И попросить Бога, чтобы Он освободил тебя. И если ты без жертвы манипуляции со стороны других, ты должен отречься от этого. И молиться за то, чтобы Бог освободил тебя от этого контроля. Итак, мы сейчас будем молиться и за тех, и за других. Прежде всего, те из вас, которые контролируют других. И которые хотят остановить это. Прекратить. Молитесь этой молитвой. Повторяйте слова этой молитвы за мной. Господь, я признаю сегодня, что во мне есть злая сила. Которая пытается контролировать людей. Не в соответствии с Писанием. Господь, я каюсь в этом. И я отрекаюсь от этой силы. И я прошу тебя освободить меня от нее. Во имя Иисуса. Теперь, погоди секунду. Теперь те из вас, которые осознают, что они есть жертва манипуляции. Я хочу, чтобы вы помолились следующей молитвой. Господь, я признаю сегодня, что меня контролирует злая сила. Что меня контролирует злая сила. И это происходит через других людей. Может быть, они члены моей семьи. Или члены моей церкви. Но я осознаю, что это сила зла. И я хочу быть свободным от нее. Я сейчас отрекаюсь от этой злой силы. Я сейчас отрекаюсь от этой злой силы. И она не мой друг, она мой враг. И я призываю Твое имя, Господь, для освобождения во имя Иисуса. И сейчас мы будем молиться за всех вас, которые молились этими молитвами. И вы отрекаетесь от всех злых духов. И пусть они уйдут от вас. И мы будем молиться против них, но вы должны освободиться от них. Господь прислушал молитв этих людей. И мы молимся от их имени, чтобы Ты освободил их от этих злых сил. Мы выступаем против голдовства во имя Иисуса. И мы приказываем Тебе выйти в Бог! Во имя Иисуса! Выйди в Бог из них! Оставь их в покое! Освободи их! Во имя Иисуса! Оставь их! Теперь пусть это уходит из тебя! Бо! Колдовство, ты должно склониться пред именем Иисуса! Это правильно! Это правильно! Ненавидь это! Ненавидь это! Не дружи с этой силой! Ты должен получить освобождение! Спасибо Тебе, Господь Иисус! Спасибо Тебе, Господь Иисус! За то, что в Своей крови есть сила! Чтобы очистить каждого, кто стоит сейчас пред Тобой! И для освобождения каждого! И мы молимся, чтобы каждый из здесь присутствующих получил освобождение! Во имя Иисуса! Аминь! Сейден, you've been disclosed! Дьявол, мы выставили Тебя на показ! Your deceitful plans have been brought out into the open! You've been renounced! И мы отреклись от Тебя! Во имя Иисуса! И ты должен оставить! You have no alternative! Ты должен выйти из этих людей! Во имя Иисуса! Аминь! Аминь! Спасибо Тебе, Господь! Если вы верите, что ты получил освобождение, ты должен благодарить Бога! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо!